Доброго дня. Кто меня не знает, я Баюн, я та самая заноза в заднице, которая много выскакивала, а мне Юрич говорил, получишь опыт, потом с тобой пообщаемся. Юрич, в настоящем докладу опыт получил, опыта много, информации много, но тоже постараюсь побыстрее, даже постараемся вернуться к тому, что вы сейчас обсуждали, в принципе, до меня. В настоящее время действующий военнослужащий, являюсь командиром медицинской группы. Медицинского образования не имею, Юрич знает. По ходу предыдущих задач удалось себя проявить, удалось всех убедить, чтобы меня слушали и, в общем, дали управление группами и так далее. В данную минуту времени занимаюсь обучением личного состава, помогаю нижегородским технологиям выживания, когда приглашают также на курсах. Но основной задачей является для меня обучение моего личного состава, моего батальона. Были мы летом на Кременой, были мы в конце лета, в начале осени подработина. Соответственно, я не думаю, что вам стоит рассказывать, что там происходило, вы и так все прекрасно знаете. По, будет немножко разбросан, наверное, по обучению личного состава. Самое основное, как коллеги сказали правильно, мы в первую очередь и самое важное обучаем наложению жгута. Но у меня немножечко другой подход. Вы, может быть, примете его внимание, может быть, попробуйте и сделайте свои выводы по этому поводу. Когда я обучаю людей накладывать жгут, мы делаем на протяжении всей учебы максимально медленно, с чувством толка расстановки, чтобы они понимали, как жгут в руке себя ведет, как он может перекручиваться, как могут появляться пробелы и так далее. Тем самым у людей, у военных образуется мышечная память. В случае стрессовой ситуации люди уже могут себе наложить жгут. Именно качественно, грамотно, с максимальным натяжением в установленное место. Следующий момент. Мы по опыту, так скажу, по опыту обучения мобилизованных подразделений, потому что был такой опыт, это до меня с ними занимались ваши инструктора, наши инструктора, это Набих и Лекс. Что произошло там? Когда я увидел у человека шеврон технологии выживания, а он мне утверждает, что он ничего абсолютно не знает, я говорю, дружок, а где же ты тогда взял этот шеврон? Действительно, оказалось правдой. Курсы были замечательные, инструктора Набих и Лекс замечательные, но ничего в голове не откладывается. Поэтому, посоветовавшись со своими коллегами, приняли решение сократить курс до ЖП. Даем только ЖП. Все остальные медицинские моменты только санитарам групп, только медицинским взводам. Для рядового бойца, даже для командира отделения, я бы сказал, все, больше ничего не нужно. Перевязка, думаю, тоже не нужно объяснять, почему, потому что жгут в большинстве случаев ранений не нужно, и от него нужно уходить. По обезболу понятно, чтобы при тяжелой контузии, при ранении в голову проникающий осколок, чтобы никто не впорол пармидол. Ну и по эвакуации понятно, эвакуация это основная вообще часть, почему раненый у нас выживает. То есть не всегда все зависит от оказания помощи, как зависит от скорейшего, от скорейшей доставки раненого до госпиталя. Поехали так про жгут, сказал, что мы проанализировали вот этот момент с его наложением. Если будет как-то прерывисто, сразу прошу прощения, потому что не подготовился, не было абсолютно времени. Одним из самых основных моментов по раненому, вы это уже проговаривали, но немножечко внесу ясности. Передача информации по раненому. Передача информации по раненому, начиная от места его нахождения, местонахождение, каким образом происходит у нас. У нас AlpingQuest, вы тоже знаете всю эту программу, на AlpingQuest у нас много-много-много точек. И, соответственно, по точкам у нас передается информация по тому, сколько нужно человек. Юричу отписал по этому поводу, сколько нужно человек на эвакуацию. Была у нас, значит, задача наработена, июнь месяц. Тогда для нашего командования стало открытием, что бывают раненые и погибшие. Просто как бы немножко не знали до этого, что во время штурма будут появляться раненые и убитые. Соответственно, не была выделена группа эвакуации. В тот момент количество групп я не помню заходило, но помню, что финально у нас было в районе 70 раненых. Так, участвовали все, все свободные руки, абсолютно все. МТО, повара, снайпера, которые не участвовали в задаче, вытаскивали все. Поэтому говорить о том, что четко обозначает, что 6 человек для группы эвакуации, и в ней находится медик, ну нет, наверное. Все свободные руки. Истошные крик в рацию, у нас не справляемся, у нас еще раненые, давайте нам все свободные руки. Ну, слава богу, как бы удалось справиться в тот момент. Потом, по порядку, по-моему, здесь оружие в группе. Можете меня осуждать, можете меня кидать камнями, я оружие не ношу. Моя группа эвакуации оружие не носит. Это тяжело. Раненый, когда по нему прилетает ствол от не сильно обученного, да, человек, который находится в эвакуации, и он ему тут стволом, значит, по раненому бьет, это тоже не сильно приятно. Поэтому мы пришли к тому, что у нас группа эвакуации двигается без оружия. Вышесказано 1-2 человека на эвакуацию, если есть такая возможность. Я так полагаю, что эти 1-2 человека могут принести огромную-огромную пользу. Но если их кинуть на одного, на двух раненых, которых они вытянут вдвоем, у них попросту закончатся силы. У них закончатся силы, дальше они не смогут принимать участие в эвакуации. Скорее всего, это будет обезвоживание и так далее, и тому подобное. Потому что, тем не менее, даже если они будут без оружия, они будут в броне, в касках и так далее. Климат, вы сами знаете, что там за климат. Так-так-так, по тому, когда раненый или не раненый, или очень умный боец кричит там, а, не попали, стреляйте туда, это то, что Юрьевич говорил, или наоборот, а, попали. И арт-корректировщики там такие, так, вот, они нам дают информацию, мы давайте по ней будем отрабатывать. Сейчас 99,9% артиллерии наводится по дронам. В основном это крыло, которого даже не видно. И если мы хоть даже истошно будем кричать о том, что вы по нам попадаете, хотя они нифига не попадают, они прекрасно видят, куда они бьют. Потому что работает крыло. И более того, поделюсь интересным опытом, против нас работала такая крутая организация наших противников, как К-2, может быть, слышали, это передавая их по беспилотникам. Они делали следующее. Значит, в небе висело крыло. Знаете, основную проблему и в пиведронах, что у него теряется связь, он становится неуправляемым. Над нами, над нашим населенным пунктом, висело крыло, у которого был подвешен ретранслятор, и в пиведроны залетали даже вот в такое окошко. То есть связь не теряется, можно взять его внимание, на беспилотных курсах людям сообщать. Потому что если вывесить ретрик, то очень здорово будет работать и в пиведроны именно на полную свою мощность. Поэтому сказал, по тому, нужно ли выдвигаться медику. Да медик, наверное, у нас всегда выдвигался в любом составе группы. Здесь, наверное, лучше разделить на то, что состояние раненого. Бойцы его не всегда могут сказать о его состоянии. Поэтому здесь достаточно поделить на то, что может идти или не может идти. Если может идти, скорее всего, состояние легкое или среднее, ближе к среднему. Если человек не может идти, значит он, скорее всего, либо сильно тяжелый, либо сильно средний. Работа по ориентирам – это понятно. Также, что проговаривали, мы там были вчера тут, вчера мы были там, давайте двигаться оттуда и так далее. Ну, не все в группе могут так быстро соображать, к сожалению. И поэтому, если мы будем, да вспоминай, Васька, ну мы вчера там проходили. А помнишь, там еще классный кахляцкий лежал рюкзак, который мы хотели взять, но планировали на сегодня. Но не всегда Васька это вспомнит. Потом, 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 потом. Обязательно для себя мы приняли во внимание и всем советую. То есть эвакуация на руках, да, процесс очень интересный. Процесс очень занимательный, обычно очень долгий и тоже может нести потери. Но сейчас очень сложный и очень становится за счет того, что техника противника и впиведроны, артиллерия, там и супер всякие наводящиеся ракеты. Нужно, необходимо, я бы даже назвал, это обеспечить безопасность автомобиля. Обычно это санитарка, то есть буханка. Сейчас тоже можете себе отметить, есть рэп на данную минуту, который самый-самый передовой, пообщался недавно со специалистами. Называется он «Ромашка-4», представляет из себя антенна и Wi-Fi роутер, грубо говоря, как Wi-Fi роутер. Устанавливается на крышу автомобиля, подключается в прикуриватель и впиведроны не долетают, падают. Это вот по рассказам наших специалистов. Так, 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 так. В принципе, потому что отметил у себя, доложился, добавить еще что можно. И с большой гордостью, Юрич, те данные, которые, ту информацию, которую вы даете даже на базовом курсе, если голова на месте и руки растут не оттуда, откуда обычно они растут у всех, то, в принципе, можно справиться с любыми поставленными задачами в медицинских целях, не имея никакой подготовки. Вот я так от вас выпустился, поехал, ну и как-то получилось. Вот, потому что просто думал постоянно, думал, двигался, двигался, думал, все и получилось. Замечательно. Вот, сейчас большое спасибо, еще заметил, отметили важную фразу по медику, говоря, опять же, о том, вот сейчас, когда мне скидывал секретарь, я заметил там очень знакомая фраза. Вот, хороший медик и связист, и эвакуатор, и поднесет патроны, и сухопайком, и надежная поддержка. Ну, это действительно так. Поэтому готовиться только к эвакуации раненых, я бы не сказал, что это прям, ну, это очень-очень важно, но это не 100%, что ты будешь заниматься только этим. У ребят заканчивается еда, у ребят садятся рации, у ребят, может, заклинить ствол, и тебе нужно будет принести свой. То есть, готовиться нужно не только к тому, что есть раненые, еще, помимо всего этого, обозначать полный вообще цикл задач, что там происходит, и участвовать во всем процессе непосредственно. Я не говорю, что вместе с штурмовиками забегать на позиции, там, и резать голову, но когда штурмовики устали, им нужно принести воды, ну, почему бы нет? Этим занимались, и ребята у меня занимались, и я сам, как бы, это очень-очень нужная вещь. Для них это дополнительное понимание того, что у медика стальные эти самые, и что он может принести мне бутылку воды, значит, вынести отсюда он меня, ну, 100% сможет и будет это делать. В принципе, все, наверное, я высказался. Вообще, в принципе, тема-то очень большая. Если бы мы сейчас где-то сидели за чашечкой кофе, мы гораздо больше могли бы обсудить в формате беседы, поскольку, когда говоришь один, ну, это тяжеловато. Я вас благодарю. Вас благодарим, дорогой друг мой. Классный был доклад, а для меня огромная радость, что человек после наших курсов не на диван поехал, а на фронт и применил знания. Вот теперь вы имеете полное право говорить, мы делали так, оно работало. Когда вы лично это делали. В довершение темы хочу сказать следующее. Вы очень важный момент сказали. У вас было желание применять, у вас был интерес, вы применяли, все сработало. Желание является ключевым способом к достижению успеха. И наоборот, вы сказали правильно, что человек был на курсах, ничего не запомнил. Я думаю, что если он был на нашем базовом курсе московском, то хоть что-то он должен был запомнить. Скорее всего, это была несчастная ситуация, мое предположение, когда приезжают обучать военных. Вот вам 200 человек, вот вам 2 часа занятий и 2 жгута. И одна шина. И шину вернуть нельзя расходовать. Очень распространенная тема. А потом удивляемся, что человек ничего не умел. Это мое предположение. Может, я ошибаюсь. И в довершении. Ребята, есть фраза. 20% людей делают 80% работы. Мы сейчас тренируем военных постоянно, в том числе офицеров. Не буду говорить где, потому что будут обиды, оно везде так. По разным дисциплинам. Медицина, арта, психология, тяжпех. Все говорят одно и то же. 20% людей хотят чему-то научиться. Остальные 80% потому что их пригнали и ждут, когда все это закончится. Ребят, я не берусь оценивать интеллектуальный и морально-волевой уровень у этих военных. Если инстинкт самосохранения у человека молчит, ну, возможно, лучше будет, если он погибнет и не будет свои гены передавать по наследству, как не ужасно звучит. Если ему приехали учить на место рабочее, безоплатно, он не хочет учиться. Все остальные, ребята, выживание каждого зависит от вас. Если Моресев хотел жить, то он выполз. И многие другие примеры. А если вы сами не делаете, то шансы ваши на выживание очень бледные. Поэтому будьте все, как товарищ Баюн. Большое спасибо. Мои контакты у вас есть. В принципе, на любые вопросы я готов ответить. Я вас всех очень рад видеть. Благодарю за такую возможность высказаться. В общем, всегда на связи. По возможности давайте будем на связи. Будем общаться. Благодарю за... Благодарю за...